Есть ли у Путина план «Б»? Что собирается дальше делать российский диктатор? Будет ли он продолжать войну против Украины или будет искать какой-то выход из нее? Об этом мы сегодня поговорим с человеком, который очень хорошо знает Владимира Путина. Сегодня гость нашего канала Михаил Касьянов, который когда-то, было это уже в общем очень давно, почти 20 лет прошло, был премьер-министром правительства России во время первого президентского срока Владимира Путина. Михаил Михайлович, я вас приветствую. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Я обязательно, конечно, должен напомнить всем о том, если вдруг кто не знает, что Михаил Касьянов давно в оппозиции, он является одним из лидеров российской оппозиции и деятельно принимает участие в ее работе. Михаил Михайлович, ну вот вопрос, который, наверное, не только у меня одного вызывается. Есть ли у Путина план «Б»? То есть, если его намерения покорить Украину за три дня явно не сбылись, и даже за три месяца не получилось, как он собирается из нынешней ситуации выбираться? Да, Евгений Алексеевич, вопрос, конечно, интересует сейчас всех, не только в Украине, не только в России, во всем мире. И мы, конечно, пытаемся понять, есть ли план «Б» у Путина. Но вы сказали, что я его хорошо знаю, я бы сказал, хорошо знал, поскольку я с ним не виделся уже 17 лет. Поэтому у меня, конечно, есть представление о том, как размышляет Путин, но это сейчас уже, конечно, совершенно другой человек. План «Б», посмотрите, я думаю, что как такового плана «Б» у Путина нет, у него план один – попытаться дальше запугивать весь мир. И сегодня он делает именно это. Он уже сделал одну кардинальную ошибку, объявил мобилизацию, называв ее частично, на самом деле, всеобщей мобилизацией, поскольку призывает всех возрастов и всех категорий мужчин. И уже мы видим, что социальное напряжение растет, растет в регионах. То есть я вижу, что план «Б» у него просто быть не может, значит, он бы уже сейчас начал какие-то делать отступные или маневры для того, чтобы можно было как-то из ситуации выйти. Он просто загоняет себя в угол и при этом еще угрожает ядерной дубинкой. Это, конечно, ужасная вещь, значит, но посмотрите, я исхожу из того, что в ближайшие месяцы, к концу года, в начале следующего года, ситуация изменится кардинально. Я об этом говорю уже там с весны, поскольку я, ну, вижу, как ее помощь Запада и как происходит, продвигаются дела на фронте, то вижу, что три фактора будут работать одновременно. Первое – это, конечно, мужественная борьба украинского народа и вооруженных сил, в первую очередь поддержка оборудованием, вооружением со стороны западных стран, интенсивная, качественная. Может быть, некоторые с задержками идет, но все-таки теперь на Западе все осознали, что Украина может способна себя защитить и будет это делать, и теперь дают хорошее вооружение. И это первый фактор, что к концу года военный потенциал украинской армии достигнет или сравняется с потенциалом военным, с точки зрения вооружения, с российским. Значит, второй фактор, который сейчас вот уже растет, это, конечно, ошибочное для Путина, ошибочное решение о мобилизации, которое заставляет людей, которые нейтрально относились к Путину, людей, которые нейтрально относились к войне, или закрывали, нейтрально сказать неправильно, закрывали глаза на то, что их страна убивает мирных жителей в соседней стране. И эти люди стали пересматривать свои отношения, свои отношения к Путину, свои отношения к войне. И это социальное напряжение растет. Даже среди его сторонников люди, конечно, сейчас уже нервничают. И вы видите, даже были опросы недавно Левада-центра, что за последний месяц, по-моему, в два раза увеличился уровень тревожности. То есть люди, население России чувствует себя в тревоге постоянно, в постоянном напряжении. Это очень важный фактор, который меняет отношение внутри страны к Путину. И третий, конечно, это эффект от санкций. Да, замедлился эффект в связи с тем, что многие меры были приняты, были отложены. Сейчас это все идет нарастание. Да, не будет спада экономики 10-11% в этом году, как изначально прогнозировалось после объявления всех пакетов санкций. Поскольку их внедрение шло медленнее, поэтому в этом году будет 6-8 падений с сжатия экономики России. Но за два года это будет ужасное сжатие. Конечно, не 37, как и до Украины, но Украину разрушили. А в России никто ничего не разрушает. В России разрушает сама себя. Будет за два года около 13% сжатия экономики России. То есть падение на балу внутреннего продукта. И неспособность, в том числе для промышленности, производить должные товары для населения. И производить нормальное военное сооружение, военное оборудование, которое, как мы теперь знаем, во многом состояло из западных компонентов. Которых теперь не существует. Поэтому эти три фактора приводят ситуацию к ее изменению. Есть ли у Путина план Б? Пока я не вижу. Пока он просто находится в нервическом состоянии и угрожает ядерной дубинкой. Будет он ее применять или нет? Это вопрос для всех номер один. Ну, смотрите, вы сказали, что Путин сильно изменился. Но, вы знаете, я вспоминаю наш с вами прошлый, уже давний разговор. Я вспоминаю свои наблюдения за Владимиром Владимировичем еще в начале нулевых годов. И мне порой приходит в голову, что не так уж он изменился. Ведь вот как только ему начинали перечить, как только с ним начинали спорить, ведь он сразу становился из белого и пушистого, которым пытался себя представить в первые годы президентства, таким агрессором. Ведь он чуть ли не вам тогда говорил, постукивая карандашиком по стулу. Помните? А кому неинтересно слушать, могут уходить. Кажется, вот так вот было что-то такое на одном заседании, где он председательствовал. Я вспоминаю свой визит. Единственная встреча была у меня вместе с группой журналистов НТВ с Владимиром Владимировичем во время всего этого кризиса вокруг старого НТВ. Я отлично помню, в тот момент, когда Путин понял, что мы пришли с ним разговаривать не по принципу, чего изволите, ваше благородие, а пытаться с ним вести дискуссию, если угодно, он сразу, что называется, ощетинился и зубы показал. И вот та история, которую вы и мне когда-то рассказывали, и любите ее вспоминать, вот как вы повздорили с ним на Совете Безопасности, когда Путин без вашего ведома отменил ваш приказ, ваше распоряжение по поставкам газа в Белоруссию и, соответственно, в Польшу, и страны стали замерзать. Помните, да? Да, конечно, конечно, помню. Это не забывается, да. Евгений Алексеевич, ну вы правы, конечно, значит, о том, что это всегда было, но мы же знаем, что любой человек, у него черты характера распитываются или проявляются, с детства формируются, поэтому он всю жизнь следует. Но я не специалист по этим вопросам, не считаю, нужно обсуждать черты характера. Но то, что вы правы в том, что Путин любит принимать решения, сам любит слушать советы, но никогда не дискутирует ни с кем. Да, он любит принимать, и чтобы это выглядело, что это было исключительно его решение. Поэтому, безусловно, если что-то он задумал заранее, все остальное это будет просто имитация какого-то разговора или диалога или выслушивания чьих-то просек или рекомендаций. Это так. Поэтому, когда мы говорим о сегодняшнем, о сегодняшнем, безусловно, эта стилистика, она еще в большей степени усилилась, и его узкий круг сузился, очень сильно сузился. И теперь у него те люди, с кем он это обсуждает или обсуждает будущее решение, это, конечно, практически люди все выходцы из КГБ или, так сказать, нынешнего ФСБ. В общем, они все связаны в этой корпорации. Поэтому, скажем так, широта мышления сужена очень-очень сильно, коридор размышлений очень узкий. Поэтому в этом и есть опасность для всех. Для всех, что человек принимает решения, мы видим какие-то решения, ужаснейшие решения, руководствуясь, скажем там, советами и своими мыслями, значит, то, чего научили в школе КГБ, и то, что они знают по жизни в Советском Союзе, в солитарном Советском Союзе. Это мы заложники всего этого, всей этой власти. А вот интересно, Михаил Михайлович, если вспомнить вот те времена, когда вы были премьер-министром, а кто тогда был членами этого самого узкого, самого доверенного круга Путина? Ну, тогда это было пошире, это было пошире совсем, значит, там были и экономические министры, скажем там, и разные советники, значит, в основном это те люди, которые вместе с Путиным работали в Петербурге, они все уже были в Москве, поэтому сейчас можно их не перечитать, это понятно, вы все знаете, они все эти имена, имена на слуху. Сейчас, конечно, это круг очень узкий, это вот, ну, писатель Савбеза, или секретарь Савбеза Патрушев, значит, да, вот люди другие, там, которые были в ФСБ, или были замдиректорами ФСБ, а сейчас они там в Совете Безопасности заседают в аппарате. Это вот все те люди, которые послушно, они говорят на одном языке, и для них, конечно, вот такие решения, они, скажем, логичны, им так кажется, поскольку у них извращенный менталитет, это же работники КГБ, что такое КГБ, это же не армейские генералы, и Путин не армейский генерал, это только армейский генерал готов за свою правду погибнуть на поле боя, и так это часто и происходит. Офицеры КГБ про другое, им нужно спровоцировать ситуацию и выскочить из нее, чтобы кто-то другой был ответственным. Путин уже спровоцировал так, что уже ему от ответственности не выскочить, но все равно продолжает руководство с этой логикой. Он не ищет компромиссы, не ищет маневра. А вот скажите, вы же встречались, общались, будучи сам членом безопасности, Совета Безопасности, наверняка ведь общались с Николаем Патрушевым, который был тогда директором ФСБ. Ну, конечно, общались. А что он за человек? Ну, он еще более советский, чем Путин, скажем так. Если Путин еще жил в ГДР и видел какие-то там жизни за рубежом, значит, да, то Патрушев еще более советский. Такого же пошива, как и Путин. С менталитетом КГБшного офицера, да, что всех, значит, пугать, всех там провоцировать и так далее, и так далее. Они все примерно одинаковые. Только Патрушев еще жестче в этих убеждениях, чем Путин. Он влияет на Владимира Путина сейчас, как вы считаете? Думаю, да. Думаю, да. А вот в те далекие времена Юрий Ковальчук был вам знаком? Вы ощущали его присутствие и влияние? Говорят, сейчас он чуть ли не номер один в окружении Путина. В то время не было ни одного из нынешних путинских олигархов или друзей, кто бы как-то появлялся на виду. Ни Ковальчуков, ни Ротенберги, значит, никого, ни Тимченки, в общем, все путинские друзья, никого тогда не было. Они все ждали, когда им разрешат, так сказать, дербанить экономику. И сразу после моего ухода вот это началось. Все переделал собственности массовые и так далее, и так далее. До этого какие-то попытки были, я просто никому не допускал никаких левых каких-то решений. И поэтому в то время они на виду не были. Ну, согласитесь, все-таки во время первого срока, когда вы были премьер-министром, у Путина были определенные обязательства, которые он брал на себя, когда ему передавали власть в 99-м году, в самый последний день. Ну, а фактически передача власти началась, по сути, когда он стал премьер-министром. А вот закончился первый срок, и смотрите, он же от всех людей, которые как-то были в прошлом связаны с системой 90-х годов, он от всех от них очень быстро избавился. И вот в каком-то смысле второй срок уже был его настоящим, полноценным сроком. Когда всех ему, если угодно, навязанных людей можно было с удовольствием прогнать, выкинуть и развернуться, что называется, по полной программе. Так ведь? Примерно так, да, примерно так. Ну, надо сказать, что за первый срок, за первые четыре года Путин просто научился. Он понял, что такое государственная машина, научился управлять. До этого он не работал на никаких федеральных министерствах, он не знал, как вообще все это функционировать. Поэтому четыре года не были такие для него годом обучения, как государственного деятеля. Да, к концу этих четырех лет они поняли, вместе с Сеченом, который Сечен мне сказал об этом, что спасибо, что вы помогли нам, научили нас как управлять государством, теперь мы уверены в том, что мы это сможем сделать сами. Это был последний разговор с Путиным и Сеченом, когда он там тоже присутствовал. Поэтому это так, это было освоение системы управления страной, безусловно. Но да, он избавился не от людей 90-х, Путин избавился от людей, которые иначе мыслили, которые были в какой-то степени чувствовали себя, скажем, в своих убеждениях независимыми. И они не, скажем, меняли их под путинские желания. Поэтому да, все эти люди, будь то в силовом блоке, будь то в экономическом блоке, все эти люди были заменены. Те, кто присягнул ему на верность, а это теперь, это главное, мы знаем. Это главное, это лояльность, присягнуть на верность. Не обязательно в чем-то разбираться или быть влиятельным, скажем, как в общественной сфере, или разбираться в каких-то вещах экономики или в управлении силовыми структурами. Главное лояльность. Поэтому мы видим сегодня, что Путин окружен людьми, которые смотрят вам просто в рот. Чего изволите? Поэтому в этом и есть проблема страны, что страна не управляется системно, а управляется одним человеком с его, так сказать, причудами. Эти причуды, мы видим, в чем они выражаются. Да, на самом деле, ведь в окружении Путина есть некоторое количество людей, которые придерживались когда-то, опять-таки в 90-е годы, вполне либеральных взглядов на экономику, на средства массовой информации, на внешнюю политику. Да, я прекрасно помню, как Андрей Козырев, первый министр иностранных дел, независимый, суверенный России, ставший им при Ельцине, очень тепло отзывался о Сергее Лаврове, например. Хороший дипломат, либеральный, прозападный, ага, мы видим теперь этого самого, в кавычках, бывшего либерала от внешней политики, просто, что называется, стыд и позор. Это так. Нет, ну, действительно, Лавров был и есть, он высоко квалифицированный, очень уважаемый за профессию человек, он продал душу дьяволу, мы это видим, сейчас просто, конечно, это ужас какой, и это происходило прям очень быстро, после даже первого года, как был министр, министром пробыл, и от него просто видно было, что Путин требовал такой лояльности, прямой поддержки того, что хотел Путин, что у того был выбор, или уходить, или вот пристегнуть и все. Мы видим, что человек пропал, теперь он просто себя перечеркнул уже, теперь его все просто ненавидят, это так. И таких примеров много, просто Лавров наиболее яркий, он почти все время присутствует в информационном поле. Но таких людей много, много в окружении Путина, кто остался, они все, все стали просто, ну, стали, ну, скажем так, перевернули. Я думаю, что они очень себя плохо чувствуют, поскольку они поступили с совестью, поступили своими принципами, и вот служат просто диктаторами. Смотрите, очень много сейчас идет разных утечек информации, и некоторые наблюдатели даже высказывают предположение, что вот эти вот многочисленные утечки, есть некая форма сопротивления недовольных в путинской номенклатуре тем, что происходит в стране и вокруг нее. И вот эти утечки свидетельствуют о том, что есть недовольство и в армии, и в госаппарате, и даже некоторые говорят о том, что и в спецслужбах тоже есть недовольные. Вот это недовольство может куда-то вылиться? Я сто процентов считаю, что так это и есть. Эти предположения, я думаю, что это, ну, поведение людей, это, ну, скажем так, предсказуемое поведение людей. Поведение людей, которые понимают, что их Путин тянет просто в пропасть, и их жизнь просто будет, ну, перечеркнута полностью. Поэтому я и говорю, что нарастает внутреннее, скажем, сопротивление в социальной сфере, ну, у людей простых, но одновременно идет пересмотр и у этих же людей, которые вокруг Путина, в министерствах, ведомствах, везде, и в силовых, и в гражданских, пересмотр отношения к нему, лояльности к нему, потому что они считают, я уверен, что так это и есть, что он уже перешел все грани, и все, все красные линии, которые даже они допускали в своем представлении о том, что они могут работать вместе с этим диктатором. И, конечно, у них есть желание из этого выскочить. И я уверен, что как только ситуация на фронте, общая ситуация, и давление социальной сферы с другой стороны, и падение экономики, и проблемы, которые начнутся очень быстро в этой сфере, все это будет, конечно, способствовать тому, что эти люди начнут пересматривать, и они просто, ну, для начала, я думаю, просто не будут исполнять качественно указания Путина, а потом вообще их не будут исполнять. Начнется такая сначала итальянская забастовка, а потом будет просто, значит, уже такой ступор и развал всей этой вертикалию управления. Поэтому я и говорю, что это все ведет к тому, к развалу и разрушению режима. И недовольство в, скажем так, ну, путинской элите, или там в элите, имею в виду в теме, кто управляет государством, конечно, оно так же нарастает. Там нет таких ястребов, которые были, как Путин с Патрушевым, которые бы говорили, давай, жмем, жмем дальше и так далее. Это есть идиоты, которые мы видим по телевидению, разные там депутаты, какие-то еще там, но это другая категория людей. А министры, заместители министров и другие высокого уровня членовки, конечно, они так не думают. Они не ура про путинские патриоты. Не, ну вот очень много утечек про военных. Ну, просто очень много. Говорят о том, что военные категорически не советовали объявлять частичную мобилизацию и рассказывали Путину, что нету той прежней мобилизационной системы в России, которая существовала и неплохо работала в Советском Союзе. Что они не смогут обеспечить нормальный призыв по мобилизации. Говорят, что военные неоднократно отговаривали Путина от тех или иных наступательных действий на разных участках российско-украинского фронта. Говорят, что военные жалуются, жалуются, что Путин вмешивается в работу командиров частей, которые, по идее, должны не ему напрямую подчиняться, не от него получать указания, а от высшенастоящего командования, от генерального штаба. И, знаете, невольно в голове возникает образ Адольфа Гитлера, который в последние месяцы войны, лично склонившись над картой с карандашом в руках, рисовал там какие-то стрелки и все время рассказывал, что все идет по плану, и вот-вот вермахт получит новое оружие, оружие возмездия. Вот что-то это очень напоминает происходящее сейчас. Вам так ли кажется? Кажется, кажется. Я просто тоже слышу это и вижу. Ну, не каких-то из моих особых своих источников, а из общих. Ну, мы видим в интернете много таких мнений загружается туда. Я также считаю, что, безусловно, безусловно, это недовольство растет, и поведение Путина совершенно истеричное. И то, что вот он уперся и не дает себе даже поле для маневра, специально отрезает, это, конечно, говорит о том, что мы доходим до какой-то стадии, до решения проблемы. Как она разрешится, пока мы не знаем, но очевидно, что Путину придется как-то уходить. Я думаю, что он должен уйти сам, и он к этому подведет, потому что он не собирается нажимать ядерные кнопки и быть уничтоженным в этой связи автоматически. Поэтому он не хочет никакой смерти. Понятно, он не собирается умирать. Это КГБ, КГБшный офицер, а не полевой командир, значит, армейский. Поэтому он должен как-то исчезнуть. Я думаю, что будет какой-то квазиприемник, который обеспечит на какое-то время ему гарантии Путину. А потом дальше уже это будет неуправляемая ими ситуация. Ситуация будет развиваться по-другому уже сценарию, и они уже с этим ничего не смогут сделать. Все, тогда уже режиму будет конец. Вы обратили внимание, что стала явно появляться оппозиция справа. То есть появились фигуры, которые стоят на горально-радикально правых позициях, нежели сам Путин. Ну, такой вот условный Гиркин. Я понимаю, что Гиркин сам по себе не является, Гиркин-Стрелков, не является крупным государственным деятелем. Но есть ощущение, что он, безусловно, выражает мнение людей, которые недовольны недостаточной жесткостью, недостаточной решительностью, недостаточной последовательностью Путина, медлительностью, колебанием тем, что он не слушает своих ястребов. Вот полковник Алкснис тоже тут давеча выступил с целым букетом обвинений в адрес Путина. Мне кажется, это такая штука символичная. Ведь вы помните, в 91-м году Алкснис тоже нападал вместе с группой товарищей, как говорится, на Михаила Горбачева, покойного, подписал письмо к народу такой, помните, был яркий документ, можно сказать, такая декларация противников перестройки. И, в общем, это было в некотором смысле тогда преддверием попытки переворота. Ну, я думаю, сейчас это не так. Этих людей очень мало и политической силой не обладают. И более того, я считаю, что когда мы видим это по разным каналам, российским каналам, информацию о них и такие разные андритические, так сказать, комментарии, то это, наоборот, является пропагандистским шагом для того, чтобы запугать Запад, что если Путина не будет, то будет еще хуже, придут люди еще более жесткие и так далее. Я в это 100% не верю. Это не так, это совершенно не так. Любой, любой квази-приемник, который будет назначен Путиным, или как там он объявлен, ну, в основном, он должен быть, конечно, от Путина появиться. В любом случае, он будет лояльный ко всему. В любом случае, любой новый человек закончит войну с Украиной сразу же. Потому что понятно, что война разрушает саму Россию. И это уже, даже нет об этом никакого суждения. Это совершенно очевидно. И проблемы, которые, перед которыми стоит страна, это проблемы, которые нужно снимать. Снимать все напряжение, заканчивать войну немедленно и пытаться налаживать отношения с Западом. Без этого с одним Китаем тоже отвернется. А если, дай бог, еще будет ядерное, тактическое ядерное оружие, то Китай отвернется, то же самое. Поэтому пути этого нет уже. Поэтому любой другой человек будет лояльный, я не скажу либеральный, потому что либеральное слово здесь неуместно, но все равно будет уже смягчение ситуации. Это 100%. Другое дело, что... А вы видели ролик, видео, как Евгений Пригожин, так называемый путинский повар в прошлом, а ныне владелец частной военной компании Вагнера, вербует уголовников в лагере. Видели, как он бравирует своим мачизмом, как он роняет чеканные фразы, как он всячески демонстрирует свою мускулинность. Многие сразу сказали, ого, не в президенты ли он собрался? Я вам скажу таким образом, что вообще власть в стране сейчас принадлежит ФСБ. ФСБ таких людей, как Пригожин, таких людей, как Кадыров, и такого, как Гиркин и так далее, они их просто не то, что не любят, но они считают, что это просто мешающая жизнь. Поэтому они же при любом новом преемнике не допустят таких людей вообще, чтобы они оказали какое-то влияние. Не говорю же, чтобы получили какую-то власть. Поэтому это вообще в другую сторону идет. Но даже любой ФСБшный, прокГБшный человек, который может сменить Путин временно, все равно будет мягче. И в самой ситуации будет меняться, она будет серая зона. Серая зона будет продлиться недолго. Может быть год. Какие-то будут квази-выборы. Уже допустят элементы оппозиции туда. Да, пускай оппозиция не выгорит, потому что это будут манипулированные выборы. Но это уже другая общественная ситуация будет. А вот еще через полгода, через год, снова будут выборы. И тогда уже будет настоящий демократический выбор. Конечно, я могу сказать, что я там мечтаю об этом. Но я вижу, что смена власти под Путин примерно вот таким образом будет. Ну хорошо, а что будет с пусковым крючком, триггером, вот некоего скачкообразного развития ситуации? Вот сейчас начинает поступать информация, что якобы, якобы, начинает сыпаться фронт на южном направлении, и вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области. Официальные представители ВСУ это не комментируют, но они не комментировали и предыдущие успехи. И, возможно, что это сознательная тактика. Конечно, я сто процентов вижу, что это сознательная тактика. Это, наверное, правильно. Это элемент осторожности и элемент, в том числе, неожиданности. Это очень важно в информационном поле. Ну, отдельно я не берусь сейчас рассуждать, потому что, так сказать, есть специалисты, которые занимаются этим саммитом в Украине. Я вижу, как там неплохо это получается. Но триггером, конечно, первый триггер – это поражение Путина. Заметное поражение Путина. Это значит освобождение украинскими силами, освобождение, пускай не всех, может быть, оккупированных территорий, но значительной части. То есть будет очевидно, что Путин провалился окончательно. Он сейчас де-факто объявил людям, которые задумываются, а уже объявил, что он провалил всю операцию свою, раз он объявил всю общую мобилизацию. То он же говорил, сейчас мы там разберемся быстренько, за три дня, потом за три недели, потом за три месяца и так далее. Не разобрался, значит, да. А теперь, говорит, фактически обращается к народу. Народ, спасите меня, меня Путина. И сейчас он призывает народ гибнуть тысячами людей, спасти ему лицо или что-то еще там спасти его. Поэтому это уже провал. Если будет значительная часть территории освобождена украинскими вооруженными силами, то это уже все поймут, все, Путин проиграл окончательно. И то, что я говорю, внутри страны и в правящих кругах не будут исполняться его приказы, фактически он почувствует, что все, он уже подвис. Уже не исполняются его приказы, и все, система, механизм уже не работает. Поэтому он должен будет понять, я надеюсь, что все будет в рассудке, что он должен немедленно уходить. Вот смотрите, ведь с присоединением так называемых четырех оккупированных областей получилась такая, ну, просто анекдотическая ситуация. По проценту. Не успели присоединить, как Лиман вышел из состава Российской Федерации, как шутят многие. Сейчас глядишь Херсон или какие-то другие населенные пункты на юге Украины тоже выйдут из состава Российской Федерации. Все такое, знаете, немножко... Это же полная потеря лица для Путина. Да, это смешно. Это сейчас могут украинские власти сказать, давайте мы сейчас все аннексируем или присоединим к себе, не знаю, Ростовскую область, значит, да, или Курскую область, значит, да. Примерно так же делает Путин, но это немножко смешно, конечно, да. Поэтому я и говорю, что все, что происходит, все ведет к тому, ведет к развязке. Когда она будет? Я считаю, месяца через два-три. Вот смотрите, Михаил Михайлович, многие, и, честно говоря, я тоже ожидал, что вот примут они, в кавычках, разумеется, по итогам так называемых референдумов, откровенно фейковых, Луганскую, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую области в состав Российской Федерации, с Запорожской областью вообще смех и грех, потому что даже в советские времена, когда старались там бороться с украинским национализмом, вот все, что связано с Запорожью, с Сетью, с казаками, пишущими письмо турецкому султана, было, знаете, вот такой вот разрешенной, нишей такого лояльного украинского национализма, если угодно, да? А тут вдруг выяснилось, что это неотъемлемая историческая часть России. Но я к чему начал этот разговор вот сейчас? Очень многие ожидали, что сразу после этого Путин начнет выдвигать жесткие ультиматумы, мол, выводите войска с наших территорий, а то мы ударим. Но уже прошло несколько дней, и жестких ультиматумов мы не слышим. Нет, вот сейчас Совет Федерации все уже проголосовал, сейчас подстворим, сейчас они дооформят аннексию, и я думаю, что мы, я не исключаю, что это может быть ультиматумом, что теперь освободите нашу территорию, это смешновато будет смотреться и, так сказать, выглядеть, но я не исключаю, что такое может быть, значит, это все в этой логике идет, для этого они и делают, чтобы отфиксировать, чтобы не было отхода назад. Я об этом говорю, что плана Б у Путина нет, он идет вперед, 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 и дальше стена будет, эта стена скоро просто, он просто оде ее лоб расшибет через несколько месяцев. А вы не думаете, что Путин мог сразу же получить, после того, как вот произошло пятничное действие 30 сентября, что он мог получить какие-то очень серьезные предупредительные сигналы Запада? Я думаю, он получил 100%, получил Лавров, пошел в Нью-Йорке, и об этом было сказано даже с Арсом секретарем, что был разговор на самом высоком уровне. Я думаю, что лично Путину предупреждение такое доставили, должным образом, это 100%. Поэтому я и говорю, что я считаю, я могу ошибаться, но я считаю, что ядерную кнопку Путин побоится нажать. Можно эшелоны посылать, типа демонстрировать свою готовность, но опять-таки это желание напугать, напугать западных политиков, напугать западный мир, о том, что он готов это сделать, но он хочет переговоры, как он сказал. Из всего, что в пятничной речи это было, там было два месседжа. Один, что он готов к переговорам, но на условиях сегодняшнего дня, именно территориальных условий, а второе, что он готов применить ядерное оружие для защиты территории. Второе, я считаю, влефом, это желание напугать всех, а то, что он хочет переговоры, он хочет завершения, да, но он хочет сохранения лица. Никто ему лицо сохранить не даст, не позволит. Не дадут? Не дадут? Раньше очень многие на Западе государственные деятели, политические лидеры готовы были, помните, ведь не раз уже звучало, давайте поможем Путину сохранить лицо. Точно, точно. Макрон об этом говорил еще где-то весной, в начале лета, да? Ну, таких политиков сейчас сузился, я только сейчас вернулся, обсуждал с политиками западными эти вещи. Что значит, да? Знаем, знаем, мне уже доложили, что вы были на острове Готланд в гостях у Карла Бильт, там каждый год проходит такой очень важный, закрытый форум, бывший премьер-министр, министр иностранных дел, его проводят и приглашают туда очень влиятельных и авторитетных людей со всей Европы и Америки. Я понимаю, что там наверняка были чатом «Хаус Рулл», что называется, что цитат не положено давать публично, но вот настроение какое? Вот я как раз и хочу сказать, что настроение такое, что все отмечают, что, как я называл, членов клуба, давайте сохраним Путину лицо, давайте не будем его там раздражать или там загонять в угол. Количество таких людей уменьшается очень-очень-очень быстро на Западе. Поэтому, как я уже сказал, я не вижу, что у Путина есть путь отступления, путь отступления какого-то, отступление, я имею в виду, с его позицией общей, государственно-политической. Поэтому поражение его, его лично, Путина, неизбежно. Поэтому я считаю, что он не будет применять ядерное оружие, он должен сейчас придумать себе путь, выскочить из этой ситуации. Это, кстати, очень важно. Вот я, готовясь к нашему разговору, посмотрел несколько ваших недавних интервью. Мне очень понравилась одна фраза, которую вы сказали, что в некотором смысле Путин черпает свою нынешнюю легитимность вот от этой условной, сохраняющейся еще поддержки Запада. Условной. Именно так. Внутри страны уже никакой легитимности у давного нет уже, все это знают. Особенно у людей, которым не все равно, что происходит в стране, который ходит голосовать время от времени и так далее. У этих людей давно он тратил всю легитимность. А легитимность одна. Чтобы с кем-то пожать руку западных лидеров, услышать, что, значит, давайте не будем Путина раздражать, значит, да, это вот все. И пропаганда это транслирует. Это и есть насаждение искусственной легитимности. Теперь-то все это сжимается вообще. Ну, в итоге получается, что в некотором смысле западные лидеры несут ответственность за то, что Путин так долго удерживается у власти. Согласитесь? Соглашусь. И даже понимаю и молчание многих лидеров, очень, скажем так, влиятельных в прошлом, что политика была ошибочная, политика Европейского Союза в первую очередь была ошибочная по именно так, что усмирению, даже не усмирению, а скажем так, по покупке путинской лояльности. Они были уверены в том, что давая ему серьезные контракты, выгодные для страны контракты, и они понимали, что там огромная коррупционная составляющая во всем этом есть, они за это закрывали глаза, считая, что тем самым они удовлетворяют путинские аппетиты, и что он не будет агрессивен в военно-политической сфере. Но они и просчитались в этом, они его кормили, а теперь поняли, что сами повали в зависимость, и теперь понимают, что оказался диктатор, оказался неуправляемым. Да, вот смотрите, даже друг Берлускони, друг Сильвио, вот буквально вчера, по-моему, заявил, что он считает новое правительство Италии, которое вот сейчас будет сформировано по итогам прошедших только что парламентских выборов, должно продолжать в отношении России, в отношении Украины ту же самую политику, что и предыдущее правительство, уходящее в отставку. Дорогого стоит, ведь в свое время, мне кажется, именно Берлускони научил Путина искусству жить. в значительности не так, да. Общаясь в Берлускони, Путин увидел, что оказывается, можно быть лидером государства, и при этом жить на широкую ногу. Правда? Вы видите, Берлускони сменил свою позицию буквально за несколько дней, потому что еще до дня голосования он говорил там вещи, которые итальянцы возмущались, я с ними общался, с итальянцами, возмущались, он шел на телевидение, говорил там, хвалил там Путина и так далее, и так далее, в том числе, что говорит, надо с ним идти на мировую. А сейчас, поскольку лидер коалиции, значит, Мелония, она сказала, что она категорически против поддержки Путина, и она сказала первую, сразу же сразу сказала, что будем проводить ту же политику. Берлускони вынужден, чтобы, я вижу, теперь держать коалиционную солидарность, повторять примерно то же самое, иначе он его министр, его из партии люди не получат, министерские посты, которые они мечтают. Тоже из Соллинии происходит, который также хочет, может быть, вице-премьером, министром внутренних дел, он тоже друг Путина, или не друг, но лояльно относится к этому. Поэтому сейчас все, конечно, смотрят, потому что Италия очень важная страна, все смотрят за тем, как будет сформировано правительство. Пока, по тем заявлениям, которые мы с вами слышим, вроде как идет нормально. Люди понимают, значит, каково место Италии, и что такое война, агрессивная война Путина против Украины. Китай. Вот последний, наверное, вопрос, который я хотел бы вам задать, поскольку время наше, ограничены алгоритмы Ютуба таковы, что Ютуб не любит разговоров длиннее 40-45 минут. Вот смотрите, очень многие говорят, очень много, извините за тавтологию, зависит от позиции Китая. Ощущение, что Китай не торопится выручать Владимира Владимировича. Си не хочет помогать Пу. Это так и есть. Это так и есть. Мы все это видим. И все желания, и обещания, и пропагандистские, тоже, скажем так, выкрики, и желания, что мы теперь опираемся на Китай, и потом было даже еще Индия в начале, так сказать, первые месяцы. Индия сейчас отошла совсем от этого дела, даже перестала не покупать с огромной скидкой, значит, Китай держит, для России, для Китая важная страна. Но важная как? Важная как территория, как территория, откуда можно черпать ресурсы. Не более того, но никак равный партнер. Никогда Россия не будет для Китая равным партнером. Поэтому они не спешат разрушать свои еще оставшиеся хорошие торговые отношения с Соединенными Штатами и со всем остальным западным миром. Они не хотят этого разрушать. Поэтому они ведут себя осторожно. Поэтому они говорят, мы против войны. Они не говорят, как война должна решиться, закончиться. Они говорят, мы против войны. Но Путина в прямой они не поддерживают. Никакого параллельного экспорта или импорта в Россию не получилось. Все это импортозамещение это просто блеф и профанация. Никакого параллельного импорта не получилось. Я почему и говорю, что санкции работают эффекты от них нарастают, и технологические цепочки российских предприятий рушатся. И поэтому с каждым днем способность производить нормальный товар в любой сфере, эта способность падает, сужается. Поэтому расчет на Китай, Китай просто поглощает ресурсы. Нефть, газ, и то не в огромных объемах. Ну вот да, как раз вчера мы выложили на нашем канале интервью с Александром Габуевым, весьма авторитетным, достаточно молодым еще человеком, весьма авторитетным экспертом в области как раз китай-ведения, который работает в фонде Карнеги в Америке сейчас, мы связывались с Вашингтоном. И он там очень четко сказал, что Китай заинтересован в максимальном ослаблении России. Да, Россия для него важный партнер, но чем слабее она будет в этом партнерстве, тем Китай будет больше этому радоваться. Я согласен с этим выводом, да, это так. И Китай именно так себя и ведет. Именно подтверждается, что он идет по этой логике, по этому пути идет. Кстати, я к зрителям обращаюсь. Посмотрите, не пожалеете, очень интересное интервью, которое дает много ответов на вопросы, которые часто задают люди, поскольку действительно Китай, как вообще Восток, дело тонкое, и подчас мы не очень хорошо в этих делах разбираемся. Михаил Михайлович, спасибо Вам огромное за Ваши ответы, за Ваши комментарии. Очень интересный у нас с Вами получился разговор. Я прощаюсь с Вами, желаю Вам всего хорошего. Ну а зрителям нашим под конец, как всегда, напоминаю, если Вам понравился наш диалог с Михаилом Касьяновым, если Вам нравятся другие интервью, которые мы выкладываем на нашем канале, другие комментарии, иные материалы, поддержите нас, чтобы мы укрепляли наши позиции в интернете. А для этого Вам нужно всего ничего. Нажмите на кнопочку под видео, подпишитесь на наш канал, можете на колокольчик еще нажать, тогда Вам будут приходить извещения о новых материалах, которые на нашем канале появляются. Ну и, конечно, лайки, не нравится, дизлайки ставите. Главное, чтобы YouTube видел, что Вы неравнодушны к тому, что мы делаем. Вопросы, самые жесткие реплики, самые язвительные, все это нам очень даже и поможет. Спасибо Вам за внимание и всего доброго.